Девушки отдыхают Е100 с его пушкой 150 литровой или Маус Выбор всегда был в пользу Е100 Потому что Е100 может и потанковать и дамаг понаносить А Маус, вы сами понимаете, нигде не успевал И с нанесением дамага у него были некоторые проблемы Я не говорю сейчас, ребят, что Маус в патче до 9.17 был какой-то плохой Да, Маусы не раз уже апали Кстати, по этому поводу много есть размышлений В том числе и на официальном форуме Люди размышляют, что с 2011 года Маус постоянно апали А ИСа-7 постоянно нерфили Но стоит отметить, что ИС-7 на сегодняшний день в рандоме Ну, если у него отбросит вот эту косую пушку Выглядит вполне неплохо, играет вполне неплохо Я сейчас ни в коем случае не говорю, что ИСа-7 не надо апать На мой взгляд ИСа-7 для полного счастья не хватает только апа ПХП И может быть немножечко по подвижности, чтобы он был более мобильный Потому что он свою максималку все-таки развивает исключительно только с горки Вот, эти две вещи мне бы хотелось, чтобы ИСу-7 апнули Остальное, в принципе, меня в нем устраивает Ну, знаете, что вот в 2011 году Сергей Борисович говорил, что На его взгляд ИС-7 больше подходит не на роль 10 уровня, а на роль 11 уровня Так как он очень и очень серьезно превосходит все свои аналоги Поэтому ИСа-7 с тех пор немножечко понерфили У него убрали ДПМчик, у него убрали, соответственно, время сведения сделали похуже Стабилизацию похуже, по-моему, делали Ну, это не суть, сегодня мы говорим о немецких танках Так вот, ребята, Мауса в патче 10.17.1 апают И вот после этого апа я даже не знаю, что, на мой взгляд, будет лучше Е100, Panzerkampfwagen VII, танк абсолютно новый для тех, кто не получал ВК-7201 за глобальную карту Ну и, соответственно, уже легендарный Маус Потому что, ну, ребят, Маус у меня реально ассоциируется с легендами этой игры Точно так же, как и Т-95, точно так же, как и Ёлка и все остальные танки Маус для меня это, в первую очередь, легенда мира танков Так вот, что делают в патче 9.17.1 Конечно же, на релизе что-то еще может поменяться Но вероятность этого, как говорится, крайне мала Так вот, ребят, что касается изменений Мауса Когда я их просматривал, у меня сложилось стойкое ощущение Что эти изменения не сделаны просто для галочки Мол, Маус апнули Эти изменения конкретно четко проходятся по недостаткам и слабым зонам Мауса То есть, все, от чего он страдал, все эти изменения Направлены, в первую очередь, на то, чтобы все эти страдания убрать Итак, давайте посмотрим сначала по броне Щеки слева и справа от башни Были 240 мм, им наваривают 20 мм брони Становится 260 В принципе, если вы неправильно играете на Маусе То вас в эти щеки, как раньше пробивали, так и будут пробивать То есть, под прямыми углами, особенно голдой А по Маусу голдой стреляют очень часто И это факт, и с этим уже, ну, как бы выныть по этому поводу бесполезняк Да, Маус бронированная машина Либо ты на него будешь тратить кучу ББшек и кучу времени В принципе, кто-то так и делает Либо голдой быстро его разбираешь и продолжаешь уничтожать полномерно противника Это на совести каждого остается Пусть каждый решает, что ему более интересно Вот, и соответственно, у Мауса была такая проблема Если он отвернул башню недостаточно сильно То ему в щеку все равно голдой пробивали без проблем Сейчас же голдой, как и раньше, под прямыми углами в щеку будут пробивать Причем, ребят, я заметил, пробивают даже если вы отворачиваете Но уже гораздо реже То есть, 260, на мой взгляд, это не станет панацеей для Мауса Но, ребят, согласитесь, это все равно очень толстая броня С учетом того, что у Мауса постоянно отворачивается башня Кто умеет играть на Маусе, он квадратный, на нем достаточно просто танковать Надо постоянно отворачивать башню Соответственно, те, кто умеют играть на Маусе, они смогут большего танковывать При этом, я не считаю, что 260 это им бы броня Ну, если не будут стрелять голдой, то Маус сможет вообще замечательно танковать Что касается брони корпуса Там есть некоторые изменения, небольшие в броне Но самое большое, ребят, изменение, точнее самое важное, на которое стоит обратить внимание Это то, что у Мауса НЛД, это его больная зона Туда все пробивают Чтобы Мауса в НЛД не пробивали Надо доворачивать корпус влево-вправо Как только вы доворачиваете корпус влево-вправо Вы подставляете свой борт Где за катком раньше было 80 мм То есть вас, грамотные оппоненты, зная куда стрелять Ставили через каток, соответственно, сбивали вам гусеницу Ставили вас на каток При этом еще и наносили дамаг Вы стоите на катке и вам продолжают наносить дамаг Теперь же за, то есть нижнюю часть корпуса с бортов Не с 80 мм, а с 140 мм будет Соответственно, через каток Маус не так теперь легко пробивается Я бы даже сказал, не пробивается практически вообще Особенно всякими кумулятивами Так вот Теперь на Маусе ромб действительно начинает работать Кроме того, так как у Мауса постоянно надо корпус влево-вправо ворочать Башню влево-вправо ворочать, чтобы наращивать приведенную броню Он постоянно находится в движении И из-за этого у него разбросы не очень хорошие Но я имею ввиду стабилизация орудия Ему улучшают стабилизацию от поворота башни От движения ходовой От поворота ходовой Кроме того, ему уменьшают время перезарядки Было, ребят, 14,9 секунд в стоке Будет 12, почти на 3 секунды Что, соответственно, за собой влечет существенное увеличение урона в минуту у Мауса То есть Маус сможет в минуту наносить больше дамага Таким образом, Маус у нас становится крепче и начинает наносить больше дамага Но по итогам тестов, ребят, разработчики не остановились И уже на второй итерации общего теста Маусу накинули 200 хп к его 3000 То есть если сейчас у нас у Мауса 3000 хп, то будет 3200 Я извиняюсь, вы, может, заметили, но у меня горло очень болит, поэтому мне тяжело говорить И если, ребят, со всем предыдущим я был согласен со всеми апами То вот эти наваривания 200 хп сверху я вообще не понимаю, зачем мы сделали Может быть, единственное оправдание, которое я здесь вижу, это чтобы вот на фоне введенных всяких мастодонтов японских, да Маус все-таки как-то отличался по хп В противном случае непонятно, зачем кому-то прокачивать Мауса, если есть мастодонты японские Которые еще фугасницы могут по 600 хп сносить даже при непробитии, да То есть там вообще думать не надо, при том они танкуют сейчас ненамного хуже Мауса Вот такие вот у нас изменения у Мауса, ребят А теперь давайте посмотрим, как же он у нас танкует Итак, ребят, что касается текущего патча 9.17.0 Что мы с вами видим, да в принципе вы все играете сейчас в рандоме и встречаете Мауса, знаете куда его пробивать Под прямыми углами, то есть когда Маус смотрит прямо на вас лбом Без проблем, обычными бронебойными снарядами из орудия АМХ-50Б берется НЛД и берутся щеки Ну, одно непробитие по щеке, конечно, было под прямым углом, но тут скорее всего альфа по бронепробитию не прошла Что ж касается обычными ББшками под углом, когда Маус рамбует, да Уже НЛД не берется, уже щеки не берутся Хотя вероятность того, что из щеки НЛД могут взяться, она есть Потому что может альфа по бронепробитию пройти, но все же она невелика А теперь то, что я говорил касательно, соответственно, гусеницы и пробития через гусеницы Если мы стреляем ниже экранов, то там есть, соответственно, борт у Мауса И, как вы видите, туда ББшками совершенно стабильно заходит урон Главное стрелять ниже, соответственно, экранов Вот, теперь же я заряжаю голдовые снаряды И, как мы видим с вами, голдой Маус без проблем уже даже под углами в НЛД и в щеку берется Это патч 9.17.0 Теперь перейдем к патчу 9.17.1 Я еще раз прошу прощения, я думаю, вы сами чувствуете, насколько мне тяжело говорить Итак, в патче 9.17.1 ББшки, опять же, АМХ 50Б Уже щека на башне ни левая, ни правая бронебойными снарядами стабильно не берется То есть вероятность пробития, опять же, есть Потому что может альфа по бронепробитию вылететь выше среднего, причем гораздо выше НЛД берется, как и раньше, то есть без особых проблем Но все-таки Маус уже даже под прямыми углами вполне себе неплохо танкует Вот одно пробитие рядом с маской орудия прошло, и это бронебойным снарядом Теперь же мы Мауса ставим ромбиком и начинаем его, опять же, бронебойными снарядами простреливать Ну и, вполне себе ожидаемо, не берется НЛД и не берутся уже щеки Что же касается пробития через гусеницу с уроном Оно, ну, вы сами понимаете, что плюс 60 мм, это, конечно, серьезная об броне в этом месте Если он там, конечно, имел место быть, я изучал, 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 но вроде бы он там действительно 140 мм теперь вот в этом месте И, как вы видите, бронебойными снарядами не очень-то и просто берется Но, опять же, я говорю, может срандомить снаряд немножечко в сторону, куда-то там уйти Может альфа по бронепробитию чуть выше вылететь Но, в любом случае, вероятность поставить Мауса на каток и при этом нанести ему урон Теперь становится гораздо ниже, если Маус, конечно же, идет ромбом Теперь мы заряжаем голдовые снаряды И начинаем голдовыми снарядами стрелять в щеку башни Как вы помните, в прошлый раз щека башни без проблем под углом даже голдовыми снарядами бралась Теперь же не каждым выстрелом берется Я бы даже сказал, далеко не каждым, потому что должна еще хорошая альфа по бронепробитию пройти А НЛД же как раньше брался, так и берется сейчас В принципе, на этом все Можно заканчивать обзор брони Мауса Маус серьезно получил аппу в брони На этом у меня на сегодня все Подписывайтесь на канал и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok